Круглогодичное озеро По мнению горожан, приличная лужа образуется из-за того, что с таким потоком воды не справляется ливневая канализация. Плюсом перепад уровня. В результате чаша наполняется под завязку. Переполняется и чаша терпения жителей. Не так давно здесь вели работы дорожные мастера. Барнаульцы надеялись, что ошибки будут исправлены. Ошиблись. Теперь вода размывает новенький асфальт. А что нужно сделать, чтобы здесь все нормально работало? Наверное, сделать так, чтобы все работало. Сделать, чтобы все было нормально, дорожникам наверняка стоит и на пересечении улиц Максима Горького и Молотобольской. Здесь земля уходит из-под ног, причем в буквальном смысле слова. Очевидцы говорят, хватило и нескольких минут, чтобы в асфальте образовалась дыра. Заложником провала тут же стала автолюбительница. Вытолкали. К счастью, обошлось без серьезных последствий. Движения на этом участке ограничивать не стали. Ограничились лишь вот этим заборчиком. С одной стороны водители, с другой пешеходы. Асфальт обвалился точно в центре перехода. Барнаульцы, помня о десятках подобных случаев, такие места стараются обходить, объезжать стороной. Это в дневные часы. В вечерние такую яму едва заметишь. Некоторые предположили, все дело в трубе. Слишком, говорят, большой процент износа систем. Вот и лопаются. Трубы, да, надо менять. Вообще, уже давно изобретен пластиковый асфальт из пластика в Швеции. Он раз в десять дешевле обычного. Но его у нас никогда не внедрят. Невыгодно. Да, очень дешево получается. Этот провал расценивается, согласно букве закона, как экстренная ситуация, говорит наш эксперт-юрист Артем Чаузов. В других случаях все зависит от инициативных горожан. Текущий капитальный ремонт, содержание, строительство, либо реконструкция автомобильных дорог общего пользования, мостов, тротуаров в пределах округа города Барнаула, кроме таких же объектов оригинального, либо федерального значения, осуществляет специализированная организация по договору с комитетом дорожного хозяйства благоустройства транспортной связи города Барнаула. На основании обращения граждан города Барнаула комитет обращает внимание на такие вопиющие случаи, соответственно, от их количества и зависит благоустройство города Барнаула. За последнее время подобных провалов в Барнауле уже не сосчитать. Все новые и новые воронки стали уже словно нормой. Горожане на этот счет придумали не меньшее количество шуток. Что-то вроде Барнаул погружается в ад. Объяснить такую частоту провалов, похоже, не могут даже специалисты. О других не менее интересных событиях из ЖКХ сферы смотрите в ближайший четверг. Но если вам стали известны факты бездействия коммунальных служб, расскажите нам об этом. Телефон нашей редакции в Барнауле 722-301. Звоните. Кирилл Политов, Алексей Фризин, информационный канал Город.